Проблема плохих дорог одна из самых актуальных в нашей стране и решают ее по-разному. В Славянском районе выработана программа по улучшению состояния дорожного полотна. Капитальный ремонт уличной сети проводится два раза в год, осенью и весной. И сейчас начался именно такой период межсезонной реконструкции автотрасс. Весеннее время для автолюбителей превращается в сущие наказания. Все потому, что после зимних морозов транспортные артерии становятся совершенно непригодными для передвижения. Для того, чтобы сделать ремонт дороги, на ней должны быть ямы соответствующего размера 15 сантиметров по длине, 60 по ширине и 5 по глубине. Но вот и эта яма на улице Запорожска превышает все нормы ГОСТа. Ширина она составляет 2 метра 90 сантиметров. Это одна из самых широких выгод в нашем городе. Конечно, для того, чтобы сделать ямочный ремонт, совсем не обязательно измерять ухабы, впадины дорог. Реконструкция улиц проводится регулярно. А вот капитальный ремонт делается с учетом норм ГОСТа. И такие улицы, как Запорожская, будут капитально отремонтированы в ближайшее время. План намеченных работ по реконструкции транспортной сети города и поселений был обсужден на совещании главой района Романом Синеговским и специалистами дорожных служб. Первый объект – это у нас капитальный ремонт автодороги Запорожская, которая у нас после зимы совсем в плачевном состоянии. От Щерца до Лермонтова, до Адельской. И дальше у нас там немножечко идет она до Лермонтова. Она доходит не полностью до батарейной. И в планах ДРСУ, которые мы по срокам с ними согласовали, она планируется на май месяц. Улица Батарейная от юных коммунеров до Партизанской – вторая из списка дорог, подлежащих ремонту. Причем на этом участке власти намерены улучшить не только состояние проезжей, но и пешеходной части артерии города. Остановочные площадки и подъезды к ним также будут приведены в порядок в течение мая-июня. Силами работников ДРСУ изменится и состояние уличных подъездов 21 дома. На эти цели выделена сумма в размере 33 миллионов рублей. Не останутся в стороне от реконструкции и гравийной улицы. Содержание гравийных и грунтовых дорог, значит, мы практически все дороги города, мы их проорегируем, мы их подцепим, мы их приведем в нормальное состояние. Как, в принципе, договаривались. Должно быть не хуже, чем в прошлом году эта программа, минимум. А если говорить об улучшении, значит, соответственно, по возможности выполнить эти работы еще лучше. Большое внимание будет уделено ремонтными службами, наведению порядка на обочинах, обновлению разметок, установке дорожных знаков. Но это не все. Уже ведутся работы по восстановлению трасс Славинск-Крымск-Темрюк-Краснодар-Кропоткин, поврежденных большим потоком тяжелых грузовых машин. Приводится капитально в порядок Маевское кольцо. Там уже 100-летние бордюры, которые действительно надо менять. Там есть проблема между бордюрами по кольцу и проезжей частью. Есть кусочек гравия метра 2 шириной, очень удобно для водителей. Запроектировано будет полностью в асфальте до клумбы. Там заложена геосетка, значит, чтобы было меньше трещин, дорога старая, значит, там она 400 тысяч с лишним стоит одна сетка и почти 500 тысяч дюбеля. Не сказать, что новые технологии, но в Славинском районе мы еще этим не занимались. Ремонтные работы уже начались до 15 мая. Планируется все наиболее проблемные участки дорог привести в порядок. Юлия Аганезова, Павел Трифонов, Александр Тимовский. Программа «События». Продолжение следует...